В одном из писем мой корреспондент заметил, что попал в патовую ситуацию, и меня осенило, что наше общение — это та же шахматная партия или ее части, поэтому свою книгу я построил по принципам шахматных книг, да и название дал аналогичное. В молодости какое-то время я увлекался шахматами. Научил меня ходам мой отец, когда мне было лет восемь. В это время мы со сверстниками часто играли в шахматы возле дома или на пляже, совершенно не изучая теории. Вскоре я стал игроком высокой пляжной квалификации. Я часто выигрывал у своих партнеров, иногда принимал участие в сеансах шахматной игры с мастерами и гроссмейстерами. Один раз даже играл с Борисом Спасским, моим ровесником, который тогда был уже чемпионом СССР. Конечно, все эти партии я проиграл, но был твердо убежден, что если бы не зевнул, то смог бы свести партию в ничью или даже выиграть. В старших классах я прекратил играть в шахматы. В институте я оказался в группе, где были два шахматиста-разрядника. Один сокурсник имел первый разряд, другой второй. Перворазрядник высокомерно отказывался играть со мной, а с второразрядником на очень увлекательных лекциях мы играли в шахматы. И я ему каждый раз проигрывал, как мне казалось, в упорной борьбе. Я по-прежнему считал, что если бы не мои зевки, то я смог бы у него выиграть. Однако он ответил, что мне нужно для этого лет пять упорных тренировок. Я прометчиво поспорил, что выиграю у него через три месяца. Мне пришлось пойти в шахматный клуб. Там я попал к хорошему тренеру и с его помощью стал изучать теорию, записывать свои партии, анализировать ошибки. Квалификация моя росла быстро. Я понял, почему перворазрядник не хотел играть со мной. Мне тоже стало неинтересно играть с игроками пляжной квалификации. Больших успехов в шахматах я не достиг, но уже с первых ходов понимаю, лучше или хуже играет мой партнер. Не помню, выиграл ли я пари, но выигрывать у второго однокурсника стал. Увлечение шахматами явилось снижением моей успеваемости, и вскоре я играл в шахматы только на каникулах. Но впечатление от шахмат у меня осталось большое. Когда я стал заниматься личностно ориентированными методами психотерапии, шахматные аналогии просто преследовали меня. Метод амортизации мне напоминал гамбитные варианты шахматных партий и комбинации, где ты жертвуешь пешками и фигурами, чтобы потом поставить мат. Сценарное перепрограммирование привело к сравнению жизни с шахматной партией. Ведь если ты дебют разыграешь неправильно, то потом проиграешь всю жизнь, причем обвинят тебя за самые тонкие и умные, но не очевидные ходы. И вообще, если в шахматах ты дебют разыграл неправильно, то партию тебе не спасти при игре с квалифицированным шахматистом. То же мы видим и в реальной жизни. Если дебют жизни разыгран неправильно, то жизнь, а это очень квалифицированный игрок, все время бьет такого человека. Поводы он принимает за причины, обвиняет другого человека или обстоятельства и не понимает, что удары судьбы – это намек, что нужно исправлять себя, ликвидировать ошибки дебюта. В этом сходство с шахматами заканчивается. Здесь можно это сделать. И жизнь, которая тебя раньше била, начнет тебе помогать. Но, к сожалению, большинство моих слушателей в шахматы не играли и мои метафоры не понимали. Теперь же я решил рискнуть, работая над этим учебным пособием. В заключение хочу еще раз повторить. Если вы читаете книгу из познавательных целей, то делать этого не нужно. Принципиально нового в этой книге по сравнению с моими монографиями нет. А есть масса ненужных деталей. Но если вы хотите овладеть техникой психологического айкидо, то тогда выяснится, что именно в деталях и весь смысл. И читать их вам будет не скучно. Книга состоит из пяти глав и приложения. В первой главе подробно описано, как находящийся на грани самоубийства мужчина возвращал жену, соглашаясь со всеми ее обвинениями. Хотя жену он и не вернул, но партию жизни выиграл. Вторая глава называется «Королевский гамбит». В первой ее части, вариант А, описываются все ходы продвижения по служебной лестнице без связи и взяток. Во второй части, вариант Б, рассказывается о попытке вернуть мужа. В выигрышной позиции игрок смахнул фигуры с доски и отказался играть дальше. Третья глава – самая нудная для чтения, но самая полезная для профессионального обучения. К сожалению, у нас некоторые врачи, да и не только врачи, заражены такой болезнью, как терапевтический нигилизм. Они не верят в успех того дела, которым занимаются, и сами себе программируют неудачу, хотя на самом деле пасуют перед создавшимися трудностями или не хотят повышать свою квалификацию. Они говорят, что это сделать невозможно, хотя на самом деле не умеют. В четвертой главе я хотел показать, что нет мужской или женской логики, а есть умение или неумение грамотно мыслить. Пятая глава – родительский гамбит или соломоновое решение посвящена решению актуальной проблемы, которая возникает при разводах. Разводящиеся родители, отстаивая свои часто неосознаваемые интересы, рвут детей на части. Полностью глава будет опубликована в книге «Воспитание детей». А здесь показаны ключевые моменты этого гамбита. В приложении рассматриваются относительно короткие жизненные комбинации, где игрок решал свои частные проблемы. И еще несколько слов по поводу просторечных выражений, которые допускают мои корреспонденты и я сам. Это не редакторский недосмотр, а скорее стремление быть ближе к жизни. Этому есть ряд причин. Так выражались мои подопечные, так отвечал им я. Их письма я правил только в тех случаях, когда было трудно понять смысл того, что они мне говорили. Ну и, конечно, я менял их имена, место проживания. А иногда и пол, если речь не шла о деловых контактах. Я пишу скорее учебное пособие, чем художественную литературу. И мне нужно придерживаться истины. Иногда крепкое слово быстрее и лучше доходит, чем научные и литературно красивые слова. Большинство моих корреспондентов благодарили меня за крепкое словцо. Звучало это примерно так. Благодарю за взбучку. Спасибо за пендель. Иногда удар в задницу быстрее доходит до мозга, чем слово, сказанное в ухо, и лучше проясняет ситуацию. Кроме того, именно эти слова им помогли. Не могу же я сказать, что я назначил витамины с глюкозой, если я назначил галлоперидол с трифтозином. И помогли именно галлоперидол и трифтозин. Кстати, нравится ли вам два последних слова? Если вы не врач-психиатр, то я думаю, что они вам не знакомы. Это название лекарств. И было бы это хорошо, если я их использовал в этой книге. Но они соответствуют всем литературным нормам. Следующая причина — это большое уважение, которое я испытываю к своим читателям. Это умные люди, которым можно давать читать что угодно. Они все правильно поймут, и никакое чтение их не испортит. Так объяснял использование не вполне аристократических слов Гашек в своем романе «Похождение бравого солдата Швейка». Поддержкой в этом для меня служат и слова Лермонтова. «Нужны едкие лекарства, горькие истины». Пользовался просторечными выражениями и Дерн. Он говорил, что понятней будет, если я скажу «она сука», чем буду говорить, что у нее наблюдаются явления анальной регрессии. И дальше он тонко подметил. «Иногда в светлой комнате ориентироваться легче, чем в потемках». Это мой перевод, который я консультировал с профессионалами. К сожалению, переводчики не рискнули опубликовать Берна именно в такой редакции. Оно и понятно. Первый перевод книги Берна «Люди, которые играют в игры» был издан в 1988 году. И Пушкин за свою речь подвергался резкой критике. Утверждали, что его слова не соответствовали литературным нормам того времени. Вот и сегодня у нас много слов, которые не всем пока еще понятны. Позиционирование, франчайзинг, бренд, герминевтика и многие другие постепенно входят полноправно в нашу жизнь. Может, когда-нибудь те слова, которые используют мои корреспонденты, да и я сам, станут литературной нормой. Они будут понятны только конкретным пацанам. А может быть, и конкретные пацаны, увидев знакомые им слова, тоже приобретут эту книгу и познакомятся также с другими грамматическими конструкциями. Кстати, язык тоже меняется. Когда мы читаем Шекспира, то оказываемся в лучшем положении, чем англичане. Они читают Шекспира, который писал в конце 16-го, начале 17-го века, а мы пользуемся переводами, сделанными в 20-м веке, то есть на современном русском языке. Может быть, некоторые особенности языка моих подопечных и некоторые мои резкие слова через какое-то время станут литературной нормой, чего мне очень не хочется. А если хочешь не отстать от жизни, то лучше не следовать общепризнанным моделям, а попытаться создать что-то новое. Продолжение следует...